Привет! Допустим, вы уже родили и кормите малыша грудью. И задаетесь вопросом, какие же аксессуары? Что же вам понадобится для того, чтобы сделать процесс кормления малыша более комфортным, безоблачным и радостным? И мы вам расскажем, какие аксессуары бывают и что вам может пригодиться. Итак, для начала силиконовые накладки. Они бывают нужны, когда у малыша не получается сразу правильно захватить мамину грудь и правильно сосать. Тогда бывают болезненные ощущения вплоть до трещин. Конечно, самая лучшая профилактика всех неприятностей, всех болезненных ощущений, в том числе трещин, лактостазов и так далее, это правильное прикладывание груди и правильная организация грудного вскармливания. Но если у вас нет возможности вызвать консультанта по грудному вскармливанию прямо сейчас, а вам очень больно, можно пользоваться специальными накладками. Это силиконовые накладки, которые специальным образом крепятся к груди, специальным образом это просто на сосок. Вот таким образом, оставляя вот эти вот вырезанные места сверху и снизу. Они нужны для того, чтобы малыш утыкался носиком не в силикон, а в мамину кожу, чувствовал мамин запах все равно, ощущал мамину кожу и таким образом он все-таки думал, что он наверное сосет мамину грудь. Молоко поступает через отверстия, которые есть в этой дырочке. Такие силиконовые накладки есть у многих брендов, поэтому вы можете выбрать собственно любой. Они все по своей сути абсолютно одинаковые. Перед использованием, конечно, их нужно помыть, простерилизовать и во время пользования тоже периодически их, конечно, тоже мыть и нужно и стерилизовать, не оставлять их использованными грязными. Следующее, что может пригодиться, это накладки для сбора молока. Причем есть они накладки для сбора молока, есть еще для вентиляции. Есть вот они даже два в одном сразу, например, как у меня в руке. И как они работают, чем они отличаются. Если опять же у вас какие-то болезненные ощущения, если у вас очень чувствительный сосок и даже соприкосновение с тканью лифа вызывает жжение, дискомфорт, можно использовать вот эти накладки, пока ткань кожи не привыкнет. Они накладываются на сосок. Вот эта вот силиконовая часть соприкасается с грудью, но не соприкасается с соском. Сосок попадает вот в это отверстие и получается таким образом защита вашего соска. Здесь сверху есть отверстия, которые позволяют воздуху поступать туда внутрь. Соответственно, может даже происходить какое-то заживление, если у вас есть ранки. Нижняя же часть не содержит отверстий, что позволяет сюда скапливаться, стекать молоку. Если, например, из одной груди вы кормите, а во второй у вас стоит такая накладка, то молоко, которое из второй груди в этот момент подтекает, может собираться в нижнюю часть. Вы потом его сливаете, например, в пакет или в какую-то емкость и сохраняете, докармливаете малыша, если есть такая необходимость. Они тоже есть у разных брендов, тоже можно подобрать любой, который вам захочется. Обязательно перед и после использования, конечно, мы их тоже моем и стерилизуем. Есть еще очень полезная штука. Это у бренда Pigeon специальный такой корректор соска. Хотя, конечно, чтобы вам не говорили врачи, некомпетентные медработники в роддоме, что у вас форма соска какая-то не такая, впуклая, выпуклая, плоская или что-то еще. Самое главное помните, что у малыша получится захватить грусть просто потому, что он сосет не сосок, а всю ореолу. Поэтому здесь ничего страшного нет. Но бывает иногда необходимость вытащить этот сосок, скорректировать его для того, чтобы малышу было легче захватить его. И для этого можно использовать вот такой вот корректор у бренда Pigeon. Кроме того, им очень удобно пользоваться, если у вас есть закупорка молочного протока. На соске, может быть, вы увидите такую белую точечку. Ее тоже этим корректором можно легко вытащить для того, чтобы молоко отходило лучше. Конечно, вам понадобится крем ланолин. Это 100% очищенный медицинский ланолин, который можно использовать для смягчения и увлажнения кожи на соске. Это можно делать сразу после родов. И самое приятное, это то, что его не нужно смывать. Он абсолютно безопасен для ребенка, он жирорастворимый, и выводится скалом, не причиняя ребенку аллергии или какие-то еще дискомфорты. Если мы его просто наносим после кормления на сосок, ничего втирать, вмазывать не нужно, тонким слоем нанесли, застегнули бюстгальтер, пришло время кормить малыша, спокойно расстегнули, приложили груди, не смывая и не смазывая. Самое главное, пожалуйста, помните, что используйте для сосков только вот этот специальный ланолин, а не какие другие рано заживляющие кремы, без рекомендации на то консультанта по грудному вскармливанию. Они тоже есть у нескольких брендов, поэтому либо вы, скорее всего, слышали бренд Миделла Пурилан, либо можете рассмотреть какой-нибудь еще, например, вот у меня здесь лансино стоит. Могут пригодиться специальные подушечки гидрогелевые. Это скорая помощь при трещинах, либо каких-то болезненных ощущениях в груди. Бывает, что нужно снять какой-то отек, тогда их можно будет использовать или защищать от трения от белья. Их нужно предварительно охладить и положить в бюстгальтер. Кроме того, есть замечательные вот такие термонакладки. Они идут в специальном чехольчике. Если мы его снимаем, то внутри увидим вот такие вот прекрасные антистрессовые подушечки. Их можно, конечно, использовать и как антистресс, и как потом давать игрушку для ребенка, тоже чтобы он помял. Но вообще, конечно, мы их используем для того, чтобы снимать отек или помогать оттоку молока. Их можно либо нагревать в нужных случаях, либо охлаждать в нужных случаях. Я говорю в нужных случаях, поэтому для того, чтобы знать, какой случай ваш, конечно, нужно сначала проконсультироваться с консультантом по грудному скармливанию. И он вам уже скажет, охладить их нужно или сделать более горячими. Кстати, их можно потом использовать и для малыша в качестве грелки. Если вы его нагреете, положите в мешочек, приложите потом к малышу, к животику, к пяточкам, согрейте и кроватку или коляску, то вполне подойдет в качестве такой вот грелки. Еще очень полезная штука – это система кормления CNS, которая есть только у бренда Миделла. Я надеюсь, никому из вас она не пригодится, но знать о ней стоит. Если у вас проблемы с лактацией, если у вас реально не хватает мало молока или по какой-либо причине, например, неправильной организации грудного скармливания в начале молоко не пришло в нужном количестве, то консультант может вам посоветовать вот такую систему. Это имитация грудного скармливания. Молоко заливается в емкость, от которой идут тоненькие трубочки, которые крепятся к маминому соску. Ребенок сосет грудь, стимулируя выработку нужных гормонов, которые отвечают за выход молока из-за выработку молока, но при этом он не остается голодным, потому что он через трубочку получает нужное ему количество полезной жидкости, например, вашего грудного молока или донорского грудного молока. Таким образом, малыш, стимулируя грудь, все равно рано или поздно добудет себе нужное количество молочка. Подушка для кормления. Если вы в свое время купили вот эту длинную колбасу-подушку для беременных, то, пожалуйста, не выкидывайте, не отдавайте, не продавайте ее, оставьте ее себе. Вам она потом пригодится для удобного размещения в удобной позе для кормления ребенка. Ее можно использовать и во время сна, и во время кормления. Подберите нужные, удобные для вас позы с этой подушкой, и я надеюсь, что таким образом вы сможете спокойно отдыхать или даже спать, пока кормите малыша в течение дня. Слинг тоже может быть удобным подспорьем для того, чтобы кормить ребенка, потому что если вы куда-то пошли погулять или по каким-либо делам, и ребенок находится рядом с вами в слинге, он меньше нервничает, потому что он чувствует ваше тепло, ваш запах, биение вашего сердца. А когда придет время покормить, всегда можно присесть, спустить слинг и этим же слингом прикрыться в качестве накидки, чтобы никого или вы не смущались вот этим процессом кормления. В течение дня дома тоже можно пользоваться слингом, опять же, ребенок менее беспокойный, а вы его можете таким образом даже носить столбиком после кормления. Накидки могут быть удобны, опять же, для того, чтобы скрыться от любопытных глаз и покормить малыша. Для этого, конечно, обязательно нужно использовать специальную дышащую ткань, а не какую-то, которая не пропускает воздух. Это будет вызывать не только дискомфортно у ребенка, протест, но и может быть опасно, потому что там не будет доступа воздуха. Используем дышащую ткань, например, такую, как муслин. Муслиновая пеленка здесь тоже, конечно, нас выручит. Ну и молокоотсос. Молокоотсосы бывают в разных случаях нужны, и если вы понимаете, что вам понадобится молокоотсос, скорее всего, вы будете выбирать между ручным, электронным или двойным. Чем они отличаются? Ручной молокоотсос нужен для небольшого и редкого сцеживания, когда нам нужно периодически сцедить небольшое количество молока. Почему я делаю на этом акцент? Потому что работать вам придется рукой. И таким образом сцедить один раз в две недели не так уж и сложно, а сцеживать большое количество молока каждый день, конечно, у вас рука просто отвалится. Поэтому для редких небольших сцеживаний вот такой вот недорогой ручной молокоотсос вам пригодится. Так, отодвигаем. Что такое электронный молокоотсос? Который, по сути, напоминает ручной, но позволяет вам освободить руки и, соответственно, позволяет вам сцеживать большее количество молока и намного чаще. Выглядит он практически так же, как я вам показывала. Мы подкладываем воронку к груди, нажимаем на необходимую кнопку по силе сцеживания и вот эта вот система начинает сцеживать. Все молокоотсосы современные работают в двух фазах. Первая фаза – это стимуляция, это сосание точно так же, как сосет у наш малыш, когда он только добывает себе молоко. Это такие короткие, частые сосательные движения. После того, как молоко приходит, буквально через несколько секунд происходит, малыш переходит к фазе глотания, к фазе еды. Это уже такие длительные и редкие сосательные движения, когда мы уже слышим глотки. Вот молокоотсос работает точно так же. Сначала это фаза стимуляций коротких и частых сцеживающих движений, и потом это уже фаза глотания, когда ребенок у нас глотает, и тогда молокоотсос тоже делает редкие, длительные сцеживающие движения, и когда у нас, собственно, уже начинает течь молочко. Двойное сцеживание нам нужно, если мы хотим создавать бан грудного молока. Что такое бан грудного молока? Это сбор большого количества молока в случае, если вы выходите на работу, если вам придется очень часто отлучаться от малыша, если вы знаете, что через какое-то время вам нужно будет прекратить кормить грудью, но вы хотите, чтобы ребенок все равно получал драгоценное грудное молоко, тогда можно будет молоко сцедить и заморозить. Замораживать, конечно, лучше в специальных пакетиках, которые тоже есть у очень многих брендов. Выглядят эти пакетики так. Мы сюда заливаем наше сцеженное молочко, в необходимых окошечках пишем объем. Почему мы пишем объем? Потому что замороженное молоко, конечно, увеличится в размере, и вам будет сложно определить, какой уж там объем, сколько нужно дать малышу. Поэтому пишем объем, пишем дату, потому что замороженное молоко может храниться даже больше, чем полугода, представляете? Пишем дату, и если у вас несколько малышей, можно даже написать и имя малыша. Мы замораживаем, и когда придет время кормить малыша, вам необходимо будет просто подогреть. Размораживать молоко нужно определенным способом, поэтому, если вы будете заниматься банком молока, обязательно почитайте правила заморозки и правила разморозки. Есть даже специальный очень удобный бюстгальтер для того, чтобы вам не приходилось занимать свои руки в случае, если вы пользуетесь двойным молокоотсосом сразу на две груди. Вы можете продолжать заниматься своими делами, быть чем-то заняты, пока молокоотсос работает за вас, и для вас, и для вашего малыша. Для того, чтобы соблюдать стерильность, конечно, удобно пользоваться пакетиками для стерилизации. Нет, конечно, вы можете приобрести большие специальные стерилизаторы, но часто они занимают много места. У нас у всех и так место в квартире под учет, поэтому лучше использовать специальные пакетики. Обычно эти пакетики продаются в наборе из шести штук, и одного пакетика хватает на 30 стерилизаций. Соответственно, вы можете простерилизовать больше, чем 180 раз. Кроме того, ими удобно пользоваться, потому что их можно взять с собой в любое место, в путешествия к бабушке с дедушкой, или даже на борт самолета. Поэтому вот такими пакетиками мы можем стерилизовать не только все внутренности молокоотсоса, перед и после использования бутылочки, пустышки, или даже все эти аксессуары для грудного вскармливания. Я рассказала вам про то, что вам может пригодиться в качестве вашего помощника для того, чтобы сделать процесс грудного вскармливания комфортным и удобным. И напоминаю, что все это великолепие можно приобрести на нашем сайте alan-shop.ru, либо в наших розничных магазинах, адреса которых вы найдете на том же самом сайте. Кроме того, у нас очень много полезных и информационных, информативных выпусков и роликов на нашем канале на YouTube, который так и называется «Алант». Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, либо подписывайтесь на наш Instagram, где тоже очень много интересного и полезного. А мы с вами увидимся. Спасибо.